Осенняя копель под мостами на Московском проспекте. В ходе реконструкции одной из главных автомагистралей города обновили стены под Вахитовским мостом и мостом на остановке проспект Хасана Туфана. Ремонт на этих участках еще не завершился, а его уже пора переделывать. Что пришло в негодность, об этом расскажем в нашем первом материале выпуска. Стены под мостом на остановке проспект Хасана Туфана начали обновлять в начале августа. На участке все покрасили, провели освещение, отремонтировали дорогу. Но радоваться ремонту пешеходам долго не пришлось. Стены не прошли испытаний первым дождем. На них образовались грязные подтеки. С потолков капают и в ясную погоду. Краска шелушится, и подтеки бывают, и потопы, тем более. Вот с той стороны даже ручьем там всегда, когда ливни или проливные дожди, ручьем прям течет вода сверху со стороны 54-го комплекса. А эти нюансы все сделают уже как-нибудь уж. Так что ничего страшного. Дожди же такие были, конечно, это самое. А так все красиво. У нас город вообще прям такой преобразился он. Подтеки появляются, особенно на той стороне. Но это, конечно, некрасиво. Некачественно сделали. Надо будет устранить. Устранить последствия от проливного дождя предстоит и под Вахитовским мостом. Здесь аналогичная картина. По мнению некоторых челнинцев, причиной появления подтеков стало не проведение работ по гидроизоляции. Пришел, смотрю, уже это. Подтеки. Ну, здесь. Примыкание, значит, плохое возле стены. Видите, какой вид? Некрасиво живут все, грязь это все, подтеки. Усправить ошибки предстоит бригаде спецпокрытия. Его работники как раз занимались покраской стен вдоль Московского проспекта. Обновление проведут в рамках ремонта, который по контракту завершится только в конце декабря текущего года. Помимо устранения недочетов, запланированы работы по водоотведению, которые не входили в перечень основных. Сейчас вот топ-смесу сделали для аукциона. И вот эти виды работы по отводу вот этих дождевых протечек, как бы устанавливаться, будут с ливневой части под мостом. И поэтому это все, как рецепт, устранится. Кроме того, на объектах обновлят отмостки и парапеты. На проведение этих работ выделены дополнительные средства на сумму в 215 тысяч рублей. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Челны, 24.